В Чебоксарах продолжается программа по благоустройству дворов. Для детей в городе делают игровые площадки, а для взрослых новые парковки. Подрядчиков призвали ускорить темпы и установили крайние сроки. Правда, пока ускорится и мешает дождливая погода. Но все же строители обещают положить асфальт вовремя. Накануне с их работой ознакомились глава Чебоксар Леонид Черкесов и представительная делегация столичных властей. Дмитрий Ковалев продолжит тему. Отныне жителям этого двора не придется беспокоиться, что их чадо резвятся на видавших виды ржавых турниках и скрипучих качелях. Недавно здесь обустроили новую детскую площадку. А еще в прошлом году неподалеку отсюда установили и уличные тренажеры. Родители такому благоустройству не нарадуются. Лучше стало? Лучше, да. А больше детей стало здесь гулять? Обратили внимание? Ну, больше, да. Когда новые появились, детки все тут бегают. Но праздника дождались и другие улицы города. В этом году в столице республики современные детские площадки появятся на территории 60 дворов. Где-то устанавливают горки и качели, а где-то новые турники. Эту программу, которую начали, будем обязательно продолжить. И в 2015 году, и в 2016 году. Но у нас такие погодные условия, которые требуют постоянного вложения в средства. То, что в городских дворах стало намного комфортнее, отмечают и водители. В Чебоксарах в этом году устанавливают современные детские городки и благоустраивают автомобильные парковки. Столичные власти рапортуют. Во дворах построят 132 площадки для машин. Из бюджета на эти цели выделяют более 40 миллионов рублей. Работы уже начались, причем подрядчикам установили крайний срок. Сдать автомобильные парковки они должны уже до 15 июля. Следить за тем, как строители благоустраивают дворы, городские чиновники намерены постоянно. Но во время этого объезда главе Чебоксар жители задавали и наболевшие вопросы. В подвале одного из домов по улице Гастелло уже не первый год работает круглосуточный бар. Пятейное заведение доставляет большие неудобства. Часто там случаются драки. Детишки гуляют, они видят, что пьяные дяди день, утром и вечером. Там рядом школа, пожалуйста. Хорошо, адрес прямо сейчас запишем. Пожаловались в администрацию города и жильцы дома по проспекту 9-й пятилетки. Здесь, во дворе, водители самовольно захватили парковку. Когда их машины отсюда уезжают, на свободном месте поднимается блокиратор. Причем опустить его возможно только открыв замок. После жалобы рабочие избавляются от устройства раз и навсегда. Теперь оно будет дожидаться своего хозяина в администрации. Наказание есть. По статье 10 идет наложение административного штрафа на физическое лицо от 500 до 2000 рублей. Но когда мы выявляем, в основном на месте этих людей нет. Штрафы действуют на людей. В администрации говорят, что после демонтажа блокираторы редко возвращаются на одно и то же место. В Чебоксарах только за последние три месяца и только на 12 гостевых парковках было демонтировано 60 метров цепей и 28 автоблокираторов. В городской администрации подчеркивают, что если земля находится в муниципальной собственности, местным жителям запрещено устанавливать вот такие устройства. Проблему с нехваткой мест столичные власти решают и строят новые парковки. Дмитрий Ковалев, Антон Вовк, Республика.